Моя страдания моя, я же за Христа претерпел, есть и благодетственное мирное житие, здравие, жизнь, спасение, и во всем благое поспешение подожж Господи великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому Ильсия Руси и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Митрополиту Иллариону и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Сергию, Епископу Барнаульскому Илтайскому и Господину Преосвященнейшему Всеволоду, Епископу Славгородскому и Каменскому. Бога храни в стране нашей власти, воинству и народу, я Всему Священному Собору, настоятелю, братьям поющим, благотворителям, благоукрасителям и прихоженам святого храма сего и всем православным христианам и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Те дела, которые мы должны по заповеди Его раститься, размножаться, населять землю и обладать ею. Благоукрашать, устраивать свои жительства по разуму Божьему, употребляя свои способности и таланты, которые мы должны открывать, раскрывать. А они раскрываются в процессе труда. Поэтому без труда человек и ленивый, хоть такого и нет в Священном Писании конкретного, но, наверное, я не погрешусь и скажу, что ленивый, лодырь, Царство и Божие войти не сможет. Вместе с блудниками, разбойниками и прочими исключительными. Поэтому труд нам предстоит, по слову преподавателя Исаака Сирина, от самого начала и до разрешения оттуда этой жизни, то есть до смерти. Потому как земля непременно произвращает терния и волчься нам, и не остановится от этого закона, как бы Господь понимал. И чтобы на ней что-то получить, нужно трудиться. Чуть-чуть поленешься, и все, уже работать придется в несколько раз больше. Но не только земля, и душа наша производят различные страсти. Потому что мы все-таки сотворены от земли. И тоже подчиняемся тем же самым законам. У нас постоянно растут грехи, страсти греховные. Их тоже нужно полоть постоянно. Исторгайте свои души. И не остановимся мы от этого, не можем, вернее, пристать до самой смерти. Потому надлежит нам, опять же, Исаак Сирин пишет, покаяние до самой смерти. 24 часа в сутки. Вот это путь, который определен нам всем, людям на этой земле. И будем его стремиться, то есть его держаться. Сохранить во всех Господь, Матерь Божия и священно-мученикам, фима, молитвы, помогут нам в этом трудничестве. Правильно, Господи? Спасибо, Господи. Ну, что еще? Какое распорядование дня? Отпускаемся, идем на тропин. Все, отходите, как рискало. Прикладывайтесь. Прикладывайтесь.